Ну а глава Центробанка Эльвира Набиулина сегодня встретилась с депутатами всех думских фракций. Накануне президент поручил экономическому блоку в течение недели обсудить с депутатами все параметры антикризисного плана, чтобы при принятии решений добиться максимальной консолидации. Прямо со встречи с Эльвирой Набиулиной в студию РБК в отеле Радхайд приехал первый зампред Думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. Михаил Васильевич, приветствую вас, благодарю. Здравствуйте. О чем говорили? Ну, больше говорили не об антикризисном плане, все-таки это прерогатива правительства о действиях Центробанка. Тех, которые были предприняты, тех, которые предполагаются принять, сверяли часы. Не секрет, что у оппозиционных депутатов и у Центробанка немножко разные видения о том, какая должна быть денежно-кредитная политика в нашей стране. Но в то же время могу сказать, что встреча была очень полезная, многие позиции стали друг другу более понятны, так как встреча проводилась в закрытом, режиме, но и более откровенно можно было обсуждать текущие вопросы. Говорили о валютном курсе, говорили о природе инфляции, говорили о тех специальных мирах, которые Центробанк будет предпринимать для поддержки промышленности и сельского хозяйства. Согласились в том, что именно импортозамещение является самым надежным средством борьбы с инфляцией. Вот в таком русле шла беседа. По поводу валютных ипотечников ничего не было сказано? Ну, все-таки проблема валютных ипотечников в большей степени задача правительства. Известно, что Справедливая Россия, я представляю Справедливую Россию, внесла два варианта законопроекта, как помочь валютным ипотечникам. Я, как один из авторов, получаю огромное количество писем в поддержку. Но правительство положительного отзыва не дает, а без этого рассматривать на Думе нельзя. Профильный комитет намерен рассмотреть его только в мае, но к маю этот законопроект станет бесполезным. Буквально завтра будем обсуждать план думской работы на февраль, будем требовать включения наших законопроектов уже в феврале, чтобы, по крайней мере, иппозиция была высказана. Ну и, кроме того, будет специальное выступление, посвященное валютным ипотечникам, в части заявлений в начале работы Государственной Думы. Я надеюсь, что совместно с другими оппозиционными фракциями мы все-таки заставим правительство и правящее большинство прислушаться голосам людей и помочь им реально реструктуризировать свои долги, потому что они не виноваты в том, что случилось. Это явный форс-мажор для них. Поэтому, в известной мере, эта вина и правительство, и Центробанк, они должны тоже нести ответственность за то, что произошло с этими людьми, которые взяли валютную ипотеку. Ну, отчасти виноваты, конечно. Ну, отчасти. Но все-таки никто не... Понимаете, те люди, которые брали валютную ипотеку, верили в стабильный курс рубля. Извините, не их вина, что рубль был переукреплен, и в результате после этого он упал в номинальном даже выражении более чем в два раза. Не будем спорить, это все-таки отдельная тема. Согласен. Да, я хотел спросить, или мне показалось, вы сказали, что антикризисный план по большей части не обсуждали. Ну, потому что это... Разве не для этого Илья Набиулина по указанию президента должна была... Естественно, действия правительства должны быть скоординированы с Центробанком. Действия Центробанка существенно влияют на экономическую ситуацию в стране. В стране и денежно-кредитная политика, и политика валютного курса. Но это не впрямую элементы антикризисного плана. Все-таки за антикризисный план отвечает правительство, и первый заместитель председателя правительства Шувалов к нам придет в Думу в пятницу. И вот тогда мы обсудим эти вопросы. Ага, но все же ведомство Ильвира Набиулиной в рамках антикризисного плана что будет делать, какие функции выполнять, это понятно? Ну, это понятно. Все-таки главную цель Центробанк видит в обуздании инфляции, в поддержании стабильного валютного курса. Собственно, это их конституционная задача. Мы все-таки пытались убедить Ильвира Сахевзада, но в том, что нужно поддерживать реальный сектор экономики, для этого снижать ключевую ставку. Потому что мы сошлись в том, что именно экономический рост, импортозамещение является наиболее надежным средством борьбы с инфляцией. Потому что Ильвира Сахевзада все-таки признала, что монетарные факторы имеют ограниченное значение. И в этой связи ключевая ставка не может быть панацеи. И значительного уровня говорят не монетарные факторы. Что по поводу возможного снижения? Вы же задавали этот вопрос. Я ничего не могу сказать, потому что это пророгатива Центробанка, пусть они делают заявление. То есть она вас никак не обнадеживала, не обозначила? Мы подробно обсуждали эту тему, но я бы не хотел делать какие-то заявления. Хорошо. Если это приватно, то да, я понимаю. И валютный курс. Что по этому поводу? Я понимаю, борьба с инфляцией, она во главе угла. Но это мое личное убеждение, все начинается на валютной площадке. И инфляция все остальное. Ну это совершенно верно, да. Потому что девальвация это главный инфляционный фактор в данный момент. Поэтому стабилизация валютного курса очень важна. Мы предлагали различные меры, в частности, меры валютного регулирования. Центробанк пока к этому не готов, не только по идеологическим соображениям. Но они не верят в их эффективность. Так что в этом смысле была плодотворная дискуссия. Но результаты посмотрим, как воспринимет Центробанк наши рекомендации. Михаил Васильевич, благодарю за то, что прямо, как говорится, с корабля на бал. Со встречи с Эльвирой Набиулиной. Михаил Емельянов, первый зампред Думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, был в нашей студии отеля «Арратхэт». Всегда рада вас видеть.